друзья дорогие я вас приветствую в это чудесное утро я нахожусь на севере вашингтона штата разгрузился тут час приехал с вечера колвилл такой городок есть выше спакена я остановился на парковке валмарта становился на парковке валмарта тут у них вам продукции уже весенняя выставлена я думаю сейчас подойду поближе рассмотрю что там такое достаю я возле такой компании комбината лесоперерабатывающего маленький полетина привез прекрасная природа такие горы такая природа тут уникальный и воздух очень свежий жду груз что-то мой диспетчер я найдет мне груз назад или ниже хотя бы может в айдах а может быть даже в монтану посмотрим да я рассматриваю место студии остановился красивое место красивое место очень необычное люди так живут на из там у них и животные коровы и овцы так она подойду посмотрю что здесь валмарт продает какую продукцию для огорода для сада так друзья но такие цены смотрю здесь продаются и земля и бардаст такой значит компост вот это мешок один кубический фут написано и вот его цена мешок на 1 килограмм 25 разный вес потому что это все-таки компост то есть навоз так вот это что вижу это древесная щепа скажем так вот его цена за мешок такой вот это тоже black луч тоже типа бардаста такая цена за мешок в принципе неплохая цена почти два доллара и где-то застелить возле дома возле грядки или клумбы и вот мульч тоже такое оранжевый обработан специально чтобы не гнил карает или древесина молотая вот такие цены тут в алмарте это коричневая мульч видать от качества это раб 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 Тоже вот rubber mulch Ну коричневый Его цена в разы дороже В 2 раза Ну не в 3, а в 2 почти Дороже Чем обычный mulch Так, вот такие тачки продаются На таких колесах И вот ее цена Цена тачки То есть, как говорится Болезнь, пандемия, коронавирус Это одно А жизнь не останавливается Природа не знает Про этот Коронавирус, про пандемию Только солнце, тепло показалось Цветы тянутся к небу И все это в продаже появилось Появляется Люди занимаются садами Если дома Не на работе То дома сидеть нечего Потому что огород не ждет Все творение Божие Жила Так, вот на клеренсе То есть, по По уцененной цене Вижу по доллару Цветы Правда, уже засохли Видать, не поливали их Ну и скорее всего Выкинут А вот что-то другое Вот такие вот Все возможные цветочки Друзья есть Такие Я, конечно, их не понимаю Но есть люди, которые понимают их И покупают Вот они Утильные глазки По доллару Шестьдесят восемь Такая красотень Тут есть, друзья Причем разные Разные Какие хочешь Цветом И фасоном Тоже они разные И так и эдак Выглядят По-разному И вот их цены Так Вот такие есть цветочки Тоже интересные По доллару Как мы видим Такие всевозможные Кустарники Для клумб Да Это Плода на них нет Но чисто для красоты Ну вот вижу Есть что-то И для плодов Вот это Малина Похожа Да Берри А вот Блубери Кустарник Блубери Так И цена Ее 24 доллара Почти 25 долларов А вот Блаббери То есть Ежевика И цена На нее Пока не вижу Но вижу Покажу Так вот Блаббери Это Ежевика Продается Видать Это Какая-то Культурная Потому что Обычной Блаббери Полно Везде Ее Даже Вырезаем Потому что Она так Плодится Так Вот Блубери Ее цена Этого Кустарника Блаббери Тоже Почти Такая же Цена Вон Вижу Но Блаббери Я видел Есть культурная Она не такая Колючая И И Действительно Такая Культуренная Так Вот Виноград И Вот Цена Что Тут У нас Еще Есть Малинка Тоже Самое Такая Жена 988 Так Друзья Что Вам Еще Показать Что Тут Еще Есть Интересно Ну Это Опять Блаббери Я не знаю Голубика Наверное По-русски Это Будет Может И Своё Название Да В этой Местности Она Растет Так Вот Есть Туйки Большие Туйки Это Уже Шесть Хитов Наверное Туя И Вот Ее Цена И Название По-американски Так И Вот Всевозможные Кустарники Опять Для клумб Для Украшения Так Вот Фруктовые Деревья Есть А ну Ка Посмотрю Нет Друзья Это Все Так Не Фруктовый Я Думал Что Это Фруктовый Но Это Типа Тополя Всевозможного Клена Аспы Но Не то Что Я Подумал Да Бывают Фруктовые Но В данном Случа Пока Их Нет Просто Всевозможные Деревья Красивые Клен Что Ты Хочешь Для Ярда Так Сказать Для Заднего Двора Фруктовых Я тут Не Увидел Но Кустарники Всевозможные Есть Да Красивые Они Эти Кустарники Спору Нет Так Вот Маленькие Туйки Вот Их Цена Вот Кустарники Тоже Цветущие Красивые Тебе Пионы Что Ты Хочешь Вот Пион Нет Это Не Пион Даже Уже Просто Кустарник Цветущий Вот Побольше Туйка Ее Цена Так А вот Такие Маленькие Тачки На колесах Для удобрения Рассеивания Для того Чтобы Рассеивать Удобрения На Бакярде На Траве То ли На Огороде Да Всевозможные Цветочки Красивые А Невательные Глазки Какие Только Не Вывели Уже Такие Дела Друзья Такая Красота Тут Продается Для Огородов Для Садов Всевозможные Кустарники Ну Хорошо А я Жду Груз И Надеюсь Скоро Мне Ям Найдет И Буду Двигаться Буду Двигаться А Пока Как Кстати Предлагаю Вместе Со мной Прочитать Одно Интересное Место Из Библии Друзья Отчитаю Сегодня Я Иван Глук 16 Главу Один Человек Был Богат И имел Управителя На Которого Донесено Было Ему Что Расточает Имение Его И Призвав Его Сказал Ему Что Это Я Слышу О Тебе Дай Отчет В Управлении Твоем Ибо Ты Не Можешь Боли Управлять Тогда Управитель Сказал Сам Себе Что Мне Домом Копать Не Могу Просить Стыжусь Знаю Что Сделать Чтобы Приняли Меня В Домы Свои Когда Оставлен Буду От Управления Домом И Призвав Должников Господина Своего Каждого Порознь Сказал Первому Сколько Ты Должен Господину Моему Он Сказал Сто Мер Масла И Сказал Ему Возьми Твою Расписку И Садись Скорее Напиши Пятьдесят Потом Другому Сказал А ты Сколько Должен Он Отвечал Сто Мер Пшеницы И Сказал Ему Возьми Твою Расписку И Напиши Восемьдесят И Похвалил Господину Правителя Неверного Что Догадливо Поступил Ибо Сыны Века Сего Догадливые Сынов Света Вроде Своем И Я Говорю Вам Приобретайте Себе Друзей Богатством Неправедным Чтобы Они Когда Обнищаете Приняли Вас В вечные Обители Верный В малом И во многом Верен А неверный В малом Неверен И во многом Итак Если Вы В неправедном Богатстве Не были Верны Кто Поверит Вам Истинной Если В чужом Не были Верны Кто Даст Вам Ваши Никакой Слуга Не может Служить Двум Господам Ибо Или одного Будет Ненавидеть А другого Любить Или Одному Станет Усердствовать А другому Не родить Не можете Служить Богу И мамоне Слышали Все Это И фарисеи Которые Были Сребролюбивы И они Смеялись Над ним Он Сказал Им Вы Выказываете Себя Праведниками И пред Людьми Но Бог Знает Сердца Ваши Ибо Что Высоко У людей То Мерзость Пред Богом Закон И пророки Даяна С этого Времени Царство Божие Благовествуется И всякий Усилием Входит В него Но Скорее Небо И земля Пройдут Нежели Одна Черта Из Закона Пропадет Всякий Разводящийся Женой Своей И Женищийся На Другой Прелюбодействует И Всякий Женищийся На Разведенной С Мужем Прелюбодействует Некоторый Человек Был Богат Одевался В Порфиру И Весон И Каждый День Пиршествовал Блистательно Был Также Некоторый Нищий Именем Лазарь Который Лежал У ворот Его В струпьях И Желал Напитаться Крошками Падающими Со стола Богача И Псы Приходя Лизали Струпья Его Умер Нищий И Отнесен Был Ангелами На Лона Авраамова Умер И Богач И Похоронили Его И Ваде Будучи В муках Он Поднял Глаза Свои И Увидел Вдали Авраама И Лазаря На Лоне Его И Возапив Сказал Отче Авраами Умилосердись Надо Мною И Пошли Лазаря Чтобы Мочил Конец Перста Своего В Воде И Прохладил Язык Мой Потому Что Я Мучаюсь В этом Пламени Но Авраам Сказал Чада Вспомни Что Ты Получил Уже Доброе Твое При Жизни Твоей А Лазарь Злою Теперь Он Здесь Утешается А Ты Страдаешь И Сверх Всего Этого Между Нами И Вами Утверждена Великая Пропасть Так Что Хотящие Перейти Отсюда К Вам Не Тогда Сказал Он Так Прошу Тебя Отче Пошли В дом Отца Моего Потому Что У Моя Пять Братьев Пусть Он Засвидетельствует Им Чтобы Они Не Пришли В Это Место Мучения Авраам Сказал Ему У них Есть Моисей И Пророки Пусть Слушают Их Он же Сказал Нет Отче Авраам Но Если Кто Из Мертвых Придет К Ним Покаются То Если Кто Из Мертвых Воскрес Не Поверят Да Вот Такая Великая Истина Что Бог Решил Своей Праведности Если Человек Стал Врагом Впал В непослушание Через Недоверие Богу Адам И Ева Перешли В стан Дьявола В стан Врага Через Непослушание Впали В грех То Теперь Через Веру Через Доверие Богу Они Вновь Примеряются С Ним Вновь Возвращаются В Царство Божие Через Веру В то Что Бог Сказал В Слове Своем Через То Что Бог Сделал Через Иисуса Христа Для Нашего Спасения Так Что Помоги Господь Друзья Дорогие Нам Доверять Богу В вопросе Нашего Спасения Да И во всех Вопросах Все Что Бог Говорит Это Истина Помоги Господь Это Исполнять Благословения Вам Всего Самого Хорошего